И так, после шага 2.5 мы теперь готовы работать с виртуальной машиной Aira через SSH соединение. И давайте перейдем к третьему уроку, где Aira у нас перейдет из работы с Ethereum Mainnet в Airolabs iChain. Сначала мы выполним техническую часть работы, а пока будет происходить переключение. Немного поговорим, а зачем это нам надо, зачем это будет интересно и нужно пользователям. Вот. И так, для начала, что нам нужно? Восстановим соединение по SSH, запущенное уже виртуальной машиной. Так, вот мы... А теперь нужно открыть конфигурационный файлик по следующему пути. ETC, Nix OS и Configuration Nix. И в этом файлике нам необходимо вот заменить в данной строчке Aira Foundation на Aira Sidechain. Нужно здесь написать SideChain. Вот так вот. Теперь Shift. Так, нет. Сначала убираем Insert escape, затем Shift. И вводим в write, выход и восклицательный знак. Проверяем. Открываем заново файлик. Смотрим, что здесь за SideChain указано. Выходим. И теперь надо вызвать команду... Вот она, Nix OS Switch Upgrade. Также будет в описании к видео на YouTube эта команда. Запускаем ее исполнение. Итак, вернемся. Я тут делал маленькую паузу. В это время уже началось, как видите, процесс перехода на новую конфигурацию. Вот команда, как раз которую я ввел. Nix OS Rebuild Switch Upgrade. И вот начался процесс перехода. Использовали мы бридж, который представили Parity в прошлом же году. И попробовали с ним поработать. Он позволял связать контракт, на который собирались эфиры с выпуском ERC-20 токенов в SideChain. Потом мы посмотрели, что довольно неплохо модифицировал, доработал эти разработки Parity Игорь Баринов. Он делал свой пуа-бридж. Мы взяли наработки Игоря. И на них уже забриджевали XRT токен в MainNet, XRT в SideChain. И смотрите, что на этом процессе появилось. Пьюса, в принципе, SideChain, в котором мы поставили 80 миллионов газа лимит, в котором вам эфиры не нужны, так как эфиры вам не нужны и в MainNet, вам нужны XRT. Мы перевели часть наших провайдеров для того, чтобы они поддерживали SideChain, в котором для нас стоимость поселения транзакций практически сводится к стоимости железа, который провайдер этот поддерживается без затрат на Chain. Поэтому пользоваться аэролабовским SideChain мы будем активно и предлагать пользователям его использовать как песочницу. Ну а дальше уже какие планы на него я расскажу уже не в рамках зимней школы. А сейчас, что нужно знать, переходя в SideChain, мы просто с вами все вместе экономим эфирку провайдеров, чтобы могли много отправлять транзакций, экспериментировать. И в каком-то виде в дальнейшем вы увидите, как можно применить эту же технологию, чтобы создать собственный SideChain провайдеров, робономики по конкретному маяку. Но об этом позже. А пока нужно будет дождаться, пока соберется конфигурация, и можно будет приступать к четвертому уроку. Займет это, ну, довольно много времени занимает зачастую, так что наберитесь терпения, может и 10 минут проходить операция перехода. Ну, в общем, дожидайтесь, и потом можно перейти к четвертому уроку.